Достигай Израиль и весь мир Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Будьте обильно благословенны. Пусть Бог благословит вас и шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня я поделюсь с вами словом, которое пришло благодаря моему личному хождению с Богом. Недавно я обратился к Господу с просьбой проговорить ко мне. Господь показал мне местописание в книге царств. Я поделюсь сегодня им с вами. Я назвал это послание «Ключи к прорыву». Как-то Господь направил к этому месту Писание. Это было более десяти лет назад. Я сидел у себя в комнате, и Дух Святой обратился ко мне. Неслышимым голосом, а в сердце. И Он сказал мне с этого дня, я буду открывать себе истину в Торе, чтобы ты применял эту истину на практике в своей жизни и в жизни церкви. Я верю, что Слово, которым я поделюсь сегодня, придаст вам сил, потому что оно от Господа. Оно может изменить вашу жизнь. Когда Слово Божие выходит и находит вход в наше сердце, оно меняет нас. Слово Божие преображает. Оно приносит перемены. Все потому, что Слово Божие сотворило мир. Слово Бога обладает творческой способностью. Возлюбленный, я хочу помолиться за вас. Отчим, я молюсь, чтобы Твое Слово пришло к нам сегодня. Принеси перемены и освяти свой народ, свою невесту. Подготовь нас к встрече с Тобой на брачном перу Агнца. Во имя Иешуа, Иисуса нашего Господа. Аминь и аминь. Сегодня мы откроем Вторую книгу царств и начнем с 5 главы, 17 стиха. Прочитаю весь фрагмент с вами, а затем мы вернемся и разберем все стих за стихом. А также посмотрим на то, как применить это на практике. Итак, Вторая книга царств, 5 глава. Я прочитаю вам отрывок с 17 по 25 стих. Вот Слово Господа. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. «И услышал Давид и пошел в крепость, а филистимляне пришли и расположились в долине Рифаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Иди ли мне против филистимлян, предаш ли их в руки Мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». «И пошел Давид в Аалпирацим, и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов Моих предо Мною, как разносит вода по всему месту тому, дано имя Валпирацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рифаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам Тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Я хочу пройти этот фрагмент, Писание, стих за стихом, потому что в нем есть принципы прорыва, ключи к прорыву в нашей жизни сегодня. Давайте послушаем Слово Божие. «Трава вянет, и цветы сохнут, но Слово Божие пребывает вовек». 17 стих. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. Первое, что хочу я вам сказать, сверхъестественные люди привлекают оппозицию. Когда враги услышали, что Давида помазали, то сразу же выступили против него. Когда вы ходите в духе, в помазании, силы тьмы будут противиться вам. Силы тьмы будут нападать на вас. Мы должны понять это и проснуться, потому что часто мы начинаем обвинять что-то материальное в том, с чем мы сталкиваемся. Мы должны понять, что бой, в котором мы участвуем, не против крови и плоти. Павел говорит, что он идет с невидимыми силами тьмы. Мы видим, как силы тьмы являются физически, когда филистимляне выступают против Давида. Почему? Потому что Давид был помазан. Часто, когда мы движемся в помазании, в духе, прогрессируем в Господе, враг пытается остановить нас, нападая на нас. Точно так же филистимляне напали на Давида, когда узнали о том, что он помазан. Я помню, как много лет назад был новообращенным верующим. Я только пришел к Господу. Бог сверхъестественным образом открылся мне через Иисуса среди ночи в видении. Он сказал, тебе нужно взять Новый Завет. И когда я нашел его, то начал поглощать Слово Божие. Затем я прочитал в послании к евреям, что Господь награждает тех, кто прилежно ищет Его. И когда я прочитал об этом, то подумал, Боже, «Если я буду прилежно искать Тебя, Ты наградишь меня». И через пару дней после этого я сказал, «Я проведу весь день в поисках Бога, и Он наградит меня». Весь день. Двенадцать часов. Я сидел в кресле с Библией в руках. Я читал Библию, молился, слушал музыку поклонения, сидел перед Господом. И в конце того дня, я помню это так же ясно, как сейчас, хоть это и было почти 40 лет назад. Я помню, как после целого дня поисков Бога я вернулся в спальню. Я помню, как открыл дверь из спальни. И когда я заходил в спальню, то думал, «Интересно, что Бог сделает для меня? Интересно, как Бог благословит меня? Интересно, что хорошего ждет меня за то, что я целый день искал Бога? Ведь Его Слово говорит, что Он вознаграждает тех, кто прилежно ищет Его. Я с радостью ожидал той награды, которую для меня подготовил Бог. А затем я лег спать, и в ту ночь случилось нечто ужасное. Если бы вы пережили то же, что и я, то сказали бы то же, что и я сейчас. В ту ночь на меня напал злой дух. Он был намного опаснее и злее всех тех духов, с которыми я сталкивался ранее. Не было никаких сомнений, что силы тьмы напали на меня. Я понимаю, что это может показаться странным, но я ощущал себя, как мяч, который враг бил ракеткой. Он атаковал меня с такой невероятной силой, что ничто в этом мире не сравнится с этим. По крайней мере, я никогда до того момента такого не испытывал. А я напоминаю, что я не сталкивался с подобным за всю свою жизнь. И все это было настолько ужасным, я действительно скакал, как мячик в его руках. Бах! 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 Когда я поднялся следующим утром, то не мог поверить в это. Я чувствовал себя так, словно меня переехал грузовик. Я помню, как подумал, если такое происходит, когда ты ищешь Бога, то, возможно, не стоит искать Его так, потому что это повторится снова. На тебя нападут снова и будет еще хуже. Безусловно, именно этого и хочет враг поработить вас, обескуражить, сбить с толку. Он хотел остановить меня, чтобы я не двигался в помазании, в Боге, просто перестал продвигаться в духе. И поэтому напал на меня, возлюбленные. Я пытаюсь показать вам, что когда вы продвигаетесь в Боге, вы обязательно будете сталкиваться с атаками. Но вы не должны их бояться. Просто продолжайте двигаться вперед, и Бог укрепит вас. Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Шнайдера. У Бога есть план для нашей жизни, и нам радостно читать ваши свидетельства. Послушайте это удивительное послание. На следующий день, после того, как мой брат ушел к Господу, мы убирали его скромный дом. У него было так много книг и Библий, но я нашла одну, которую захотела прочитать. Это была ваша книга о том, как убрать страх из жизни. Я отметила все места Писания, на которые вы ссылались, и не могла выпустить ее из рук. Я была теплой христианкой. Я начала смотреть вашу программу при любой возможности. Стефани из Арканзаса. Как вы видите, Бог использует это служение, чтобы менять жизни людей. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас. Будьте обильно благословенны. И всегда следуйте за Господа. И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Мы видели, как люди из разных социальных слоев бежали к Иисусу. Мы видели, как тысячи исповедовались в своих грехах. Мы видели, как они бежали, спеша отдать свои жизни Иисусу. Если вы готовы побежать к Иисусу, если вы никогда не прибегали к Нему раньше, то сейчас никто не сможет помешать вам. Я хочу попросить вас выйти вперед. Бегите к Иисусу сейчас. Скажите, Иисус, я бегу сегодня к тебе. Отче, мы просим тебя спасти нас от грехов. Мы исповедуем сегодня, что Иисус, Господь, мы просим тебя прийти и поселиться в нас. Мы просим тебя простить наши грехи. Мы просим тебя омыть нас своей кровью. Мы отдаем тебе нашей жизни. Мы каемся, Господь. Мы обращаемся к тебе, чтобы следовать за тобою. Отче, спаси нас. Просим тебя, Иисус, спаси нас сегодня. Я помню, как недавно прочитал реальную историю про одного человека. На протяжении многих лет он считал, что Бог призывает его к служению, но он боялся последовать этому призванию, потому что у него была хорошая работа, и он боялся отказаться от нее. На протяжении нескольких лет он ощущал тяжесть Божьего призвания на служение полного времени. Он должен был оставить свою работу и последовать за Богом в пастырское служение. Но он боялся отказаться от финансовой безопасности. В итоге он принял решение довериться Богу. Как только он принял решение довериться Богу, то сразу же компания обратилась к нему и предложила повышение. Почему враг пытался остановить его от продвижения в Божьем призвании на его жизнь? Мы должны понимать, что мы на войне. Писание говорит, чтобы мы не были в неведении относительно замыслов дьявола. Как филистимляне напали на Давида, когда услышали, что его помазали. Так силы тьмы будут атаковать вас, когда вы будете продвигаться в Боге. Это все идет в паре. Подумайте о нашем примере, царе Иисусе. Что случилось с ним после того, как Дух Святой помазал его и провозгласил Сыном Божиим перед миром? Помните? Он пришел на реку Иордан. Иоанн Креститель увидел, как небеса над Иисусом открылись, и Дух Святой сошел на него в виде голубя. Он услышал голос с небес. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». После этого Дух повел его в пустыню, где дьявол атаковал его на протяжении 40 дней. Мы не должны бояться этого, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Нам нечего бояться. Но мы должны понимать, что находимся на войне. Ведь если мы не будем понимать этого, когда враг нападет на нас, мы, не осознавая этого, можем лишиться ног и не продвинуться в Боге. Но когда мы понимаем, что находимся на войне, и ожидаем сопротивления, оппозиции, то вы продолжите двигаться вперед, как боевой корабль, потому что вы знаете, что идете в Господе. Писание говорит, «Огненного искушения для испытания вам посылаемого». Не чуждайтесь. Петр говорит, что это происходит, дабы подтвердить в вас то, что сделал Бог. Петр говорит, «А вы проходите через огненное искушение из-за Божьего призвания». Если вы будете полагаться в нем на Бога, оно сформирует в вас характер и даст вам крепкие корни. Я хочу ободрить вас, чтобы вы поняли, что это не что-то странное. Когда вы по-новому ищете Бога, отдаете Ему заново свою жизнь, продвигаетесь в призвании, тогда ожидайте сопротивления. Это первый ключ к прорыву, который мы должны запомнить. Ну а мы давайте продолжим читать Слово Божие, как говорит 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида». И услышал Давид и пошел в крепость. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на такие слова. «И услышал Давид». А, понятно, что на него нападают. Когда он осознал это, то не остался пассивно сидеть, позволяя врагу напасть. Возлюбленное. Он отреагировал. Он пошел. Писание говорит. «И услышал Давид и пошел в крепость». Слово «крепость» на иврите — это слово «метсуда». Оно означает «замок» или «защитное сооружение». Но, во-первых, я хочу, чтобы вы приняли для себя второй ключ. Давид не был пассивен. Когда он понял, что его атакуют, он сделал нечто. Он пошел в крепость, в замок Божий. Он отреагировал на атаку, активно предприняв меры. Я часто вижу, как люди, сталкиваясь с атакой в своей жизни, делают нечто странное. В то время как враг продолжает избивать нас, они просто прячутся. Это может быть психическая атака или что-то еще. Часто народ Божий реагирует на это просто пассивно. Люди говорят, «О, это атака». Но Давид не сказал, «О, это атака». Он не закрылся вот так от всего. Он пошел в Божию крепость. Он обратился к Господу, начал молиться, начал ободрять себя в Слове Божьем. Он начал агрессивно реагировать на атаку, укореняясь в Господе. И я провозглашаю над вашей жизнью действия. Действия. Дух Божий, возлюбленная. Дух Божий, живой. Дух Божий постоянно и непрестанно действует. Иными словами, мы не приняли духа пассивности, но силы, здравого разума, любви и действия. Бог не призвал нас защищаться против сил тьмы, но атаковать силы тьмы. Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус не пришел в мир, чтобы просто сидеть, пока враг атакует. Он активно и агрессивно выступал против дьявола, разрушая дела дьявола. Мы с вами должны понять, что находясь под атакой, мы должны прийти в движение, как это сделал Давид, и ответить на нее. Посмотрите, Давид пришел в движение. Мы читаем, что он пошел в крепость. Когда нас атакуют, мы должны прийти в движение. Ведь движение меняет ваши эмоции. Если вы хотите изменить то, что вы чувствуете, если хотите изменить свои эмоции, то приходите в движение. Поступив так, вы можете изменить свои чувства, эмоции, духовную атмосферу. Часто, просыпаясь утром после трудной ночи, после плохого сна, в первую очередь я обращаюсь к Слову Божьему. Я всегда читаю духовную книгу. Мое утро состоит из того, что я читаю фрагмент из Писания, каким бы он ни был. Я всегда читаю другие духовные материалы. Я призываю вас всегда начинать свой день со Слова Божьего. Кроме того, стоит читать и другую духовную литературу. Как вдохновлялись авторы Писания, так и сегодня есть книги, написанные под водительством и вдохновением Духа Святого. Конечно, не на том же уровне, что и Библия, которая непогрешима. Но Бог использует Слова. На земле есть много людей, которые написали книги. Есть много книг, которые могут вдохновить вас. Это не означает, что каждую книгу вы будете называть истиной. Но во многих книгах есть достаточно истины, и вы можете постоянно питать свой дух, читая слова, которые Дух Святой дал другим людям. Ну, во-первых, у нас есть Библия, но есть множество других авторов, которые взяли Библию и показали, как применить ее в нашей жизни сегодня. они помогают нам применять Писание в нашей жизни. Так что, послушайте, слова важны. Некоторые люди говорят, насколько важно читать. Я хочу задать вам встречный вопрос, а как Библия пришла в нашу жизнь? Она пришла через чтение. Павел говорит о Библии. Он говорит церкви в послании к Оринфинам. Все это было написано в наставлении нам, достигшем последних веков. Иными словами, мы получаем Слово Божие, читая слова. А вы получаете Слово Божие, когда читаете Библию. Дух Божий может войти в вашу жизнь через записанные слова. Я пытаюсь показать вам, что Давид, осознавши, что его атакуют, предпринял меры. Я хочу призвать вас, когда вас атакуют, предпринимайте меры. Сейчас я показываю вам, как применять это на практике. Регулярно читайте Божье Слово и богодухновенную литературу, потому что это изменит духовную атмосферу вашей жизни и все ваши эмоции. На следующей неделе я продолжу говорить о ключах для прорыва. Я только начал. Это богодухновенное послание. Это Слово Божие для нас. Если вы готовы, Бог даст вам ключи, которые помогут вам продвинуться в хождении с Богом. Сегодня, как и всегда, с вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас и теперь хочу помолиться за вас. Сейчас, прежде чем мы закончим. Давайте вместе произнесем эту замечательную молитву. Отче, мы любим тебя. Мы смело приходим к престолу благодати. Бог Отец, я прошу, чтобы ты избавил всех нас от пассивности. Отче, слишком многие из нас просто сидят и ждут, когда ты сделаешь что-то, когда ты призываешь нас подняться и вступить в бой. Бог Отец, я прошу, чтобы через этот цикл ты вдохновил своих людей и дал им активного духа, чтобы они участвовали в духовной войне, борясь с врагом. Бог Отец, ты сказал нам разрушать всякую твердыню, которая возносит себя над познанием Бога. Отче, я молюсь, чтобы ты снарядил свой народ через эти послания на разрушение твердынь, которые держат их во тьме, удерживают от себя, возлюбленные. Я благословляю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас. Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва рехехе я ве ва ишмареха Я эр яве панаве леха Ви хунеха И са яве панаве леха Ви асэм леха Шалом. Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующий раз вы узнаете о том, как держаться за Господа даже в самых трудных ситуациях. Не пропустите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Спасибо, что были сегодня с нами. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострого. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию и Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвование, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь да благословит вас обильно. Ведь когда мы послушны, в нашем сердце открывается канал для того, чтобы Дух Господень вошел в нас. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7-ки. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.